привет ребята хочу рассказать опять про выборы прошедшие у меня просто сохранились рекламные листовки тогда мне просто было лень их снимать хотя я уже снимал десятки роликов про то что все это псевдо выборы депутаты в любые хорошие мега оппозиционные все равно все равно будут вам вредить потому что но потому что у вас никаких рычагов нету рычаги реальные это выгнать оштрафовать и там тюрягу посадить никаких рычагов избирателей не дают избиратели это пустое место и специально сделано никто никогда не собирался давать даже какую-то малейшую власть избирателям ну и у депутатов тоже нет депутаты просто ползут всякое сволочье врать людям и бюджет разворовывать но я это уже много раз уже десятки раз описывал если кто не в курсе он тогда наверно никогда в курсе не будет надеюсь когда-нибудь люди поймут единственный вариант когда ты будешь работодателем например у депутатов каких-то но тут ты не являешься работодательным чинуши чинушь нанимают то есть если депутаты они ползают под всякими бандюганами губернаторами и тут выхода нету государства эту систему не даст сменить в общем-то и все тайны государства это страшная государственная тайна что все это ложь одна ложь обман но вот эти вот часть наверняка большинство этих псевдо депутатов понимают но людей они обманывают поэтому они сильно грешат вот у меня бумажки рекламные вот эти вот подлежали подлежали провалялись они тратят огромные деньги представляете вот это вот картон толстый блестящая бумага миллионы миллиарды рублей тратятся ну ни на что какой никакого смысла нет как я сказал рекламировать депутатов потому что потому что еще даже момент когда его не выбрали он уже ему пофиг на то что происходит кругом и вообще никаких рычагов у депутатов нету потому что горит вот навести порядок чтобы бюджет не взорвался нет никаких рычагов будет мысли будет сильно может быть лезть куда-то какие-то нарушения воровство вскрывать его выгонят нахер или просто застрелят можно любого в тюляшку посадить убить это дело там пяти минут поэтому не даже если может какой-то случайно забежит это в виде фантастики он будет убран очень быстро поэтому все которые идут туда и знают эти правила так вот в общем эти бумажки тратится кучу денег вместо реальных вещей где действительно нужно что-то потратить одно вранье в этих плакатиках предвыборных так я может быть зачитаю часть что время идей они время вождей нет это ложь все ползают под начальниками никому идеи не нужны даже если они идеальные что тут яблоко бумажка яблоко никакие они естественно борцы не оппозиционеры нам нужна ваша поддержка не нужна им никакая поддержка все равно да пофиг вообще кто там какой депутат сидит паразит и говно любой депутат так что тут он даже тяжело читать это наш город и нам решать какими ему быть но только что стали цены повышать депутаты там кто эти в загсе не местные это муниципальные что ли хер знает или там есть загсе которые городские ну даже не они как бы решают там говненый какой-то губернатор что цены поднять ну если нам решать как же люди бы вы подумайте как же люди бы решали поднять цену на проезд то есть ложь в каждом слове то есть это наш город и мы решили сами себе дороже сделать цену на проезд там и на воду на электроэнергию ясно и такого не будешь то есть это не наш город он захвачен бандитами ну любой город этот город любой любой город в россии так тут они написали что нет нет есть проблемы так что же так что они говорят туда проблемы есть потому что это были плохие депутаты смольный их подкупил а вот нас то смольный не подкупил молочаги но я вначале объяснил почему депутаты не нет смысла действовать и средствах избирателя потому что избиратель его не может не наказать не выгнать не оштрафовать не в тюрьму посадить пока этих рычагов не появится вечно будут срать на избирателей но они никогда не появятся потому что это как же отдать реальную власти деньги бюджет хлопью нет это невозможно это не европской россии так что выбирайте своих не невозможно депутаты никогда не будут своими так ну и все в общем сколько 8 минут лень даже тратить на это время и свою ваша но кому-то кому-то это будет полезно даже вот на бумажке смотрите здесь вот вот это вот переходик он сделан как достижение но там следующий а это погано и по нищему сделано там нету лифтов люди не могут подняться снизу они не могут бегать инвалидны пожилые и предыдущие депутаты и следующие делать будут вот такой говно где ты просто будешь умирать тыркаться но переход там надо было лифты сделать что можно было подниматься тогда можно было они просто подняли переход людской наверх что не забраться до херещи у нас немощных людей ну и вот так вот каждый вопрос решается в скобочках решается это каждый день можно с утра до ночи вот эту вот всю херню рассказывать это все вражины которые врут грабят и убивают нас хоть из яблоко хоть из гав гавня блока ну вот тут вестник района и в чемные чинушки гуляют какие-то приехали с индии они жируют за счет бюджета гуляет там водку пьют наверно еще с бабами кувыркаются вот это потрачено говневая бумажка дальше идет телек чтобы посмотреть программочка просто спам пар поганый мусор вот такие газетки каждый день раскидывают тысячами миллионами россии ну тут чинушка там губернатор побежал посмотреть какую-то так видно вот какую-то школку опять же вот какая-то школа там построена что делаю там делают морального урода человека из ребенка поэтому школы может построена там сделают раба холопа который будет драться убивать других таких же сограждан своих и все конец общество все сдеградирует и исчезнет с виду это может быть школа там может быть ремонт но в нотах там как бы все разложению всего разложилось там будут эти фотки всяких бандосов этих губернаторов президентов не завидую и школьникам ну пускай мой канал смотрят ну или какие-то подобные надо уже чивать самому надоедает все это повторять вот рекламная еще бумажка не помню я снимал или снимал тоже какая-то псевдооппозиция так можно немножко почитать чтобы просто как будто зря не ругать а по-моему я это читал уже об чем я бумажка осталось это чего и не выкинул ли жопу не вытира неудобно кстати жопу вытирать она блестящая бумажка вот такими бумажками неудобно кстати надо попробовать жопу вытереть хоть хоть на что-то пригодится ну тут защита прав поддержку пожилых людей все ложь развитие транспортной инфраструктуры я рассказал вам про переход там еще постоянно машины ставят где людям ходить негде хотя там тротуар так что-то экологических проблем это херня у нас нет даже заводов перерабатывающих все просто в землю складывают и батарейки и ртутные лампы информационная открытость власти ну ты пишешь как бы тебе отписку пишут может быть даже будут изображать что-то но в итоге одни отписки получено опять же потому что никаких рычагов у тебя нету вот если ты я смотрю просто чем дороге написано нули какие-то если ты мог как-то реально наказать ну хотя бы оштрафовать прям в прямую зарплаты платил тогда бы что-нибудь может быть сдвинулась но сейчас уже все поздно все это уже все этапы пройдены даже только уже совсем спятившие верят какие-то псевдо выборы так ну одни преступления и грех люди не хотят исправляться ну и в жопу и кто не хочет исправляться надеюсь мы то не такие мы всю эту скверну уберем и тогда уже начнет что-то налаживаться может быть после нас может быть помрем кто-то после нас будет налаживать он будет наши документы цветы писания читать вот очередное святое писание я написал спасибо ну видео такое писание всем спасибо давай бандитское государство пока ребята сколько этого часть вот только эти бумажки вот граммулька взял миллионы тонн какой-то говна спама этот телек обосранный несущий никакой информации